День добрый. По данным социологического исследования, проведенного центром Александра Разумкова, с 6 по 12 марта почти 65% украинцев считают, что события в нашей стране развиваются в неправильном направлении. Около 20% респондентов говорят, что события развиваются в правильном направлении, и 15% не смогли ответить на вопросы социологов. Вот о главном, наверное, сегодня для нас фронте, или не менее важном, о внутреннем фронте Украины, о том, какие тенденции, риски, какие позитивные моменты сегодня здесь есть, сегодня слово за слово с депутатом городского совета, одним из лидеров Народного фронта в Одессе, Александром Остапенко. Александр Анатольевич, здравствуйте. Вот вы сегодня чего больше видите в стране? Каких-то позитивных моментов? Или вот кажется, опять там все валится, мы проигрываем все как-то снова? Ну, ощущение, я же такой же человек, как и все остальные, да, и живу на заработанную зарплату, да. И у меня тоже, как и у многих граждан, и многих одесситов, разные ощущения, да, по поводу происходящих событий. Они есть и тревожные, есть и позитивные, и это нормально, наверное, да. Совершенно очевидно, что каждый из нас... Ну вот я бы хотел, чтобы позитивом вы больше сегодня... А тревожных я буду решать. Совершенно очевидно, что каждый из нас хотел бы все и сразу. Ну, это нормальная природа человека, да. Вот я хочу жить счастливо здесь и сейчас. К сожалению, ну, по объективным и субъективным причинам, которые существуют в нашей стране, здесь и сейчас просто невозможно. Просто невозможно. Мы потеряли, как мне кажется, утратили за 23 года отсутствие реформ, утратили социально-экономический какой-то там буфер, который бы позволял эти реформы провести максимально безболезненно. И сегодня, сегодняшние реформы, которые запускаются, я согласен, медленно, но все равно они есть, они запускаются, да, эти реформы, они очень больно бьют по кошельку каждого гражданина, да, и в том числе и Одессита. И, безусловно, это вызывает тревожность, и это вызывает, ну, чувство о том, что что-то идет не так, потому что я беднею. Конкретно я беднею, моя семья беднеет, и я не вижу позитивных изменений, прежде всего, на местах. Есть разные подходы к реформам, да, и вот я считаю, что, вот, если даже сравнивать там с иностранным каким-то опытом, например, с опытом Грузии, да, у нас сейчас в стране главный вызов коррупции, и с этим мы сталкиваемся буквально на местах каждый день. Так вот, грузинский опыт борьбы с коррупцией показал, что коррупцию начали изживать с низов, да. И, возможно, мы не жили до конца в верхних эшелонах власти, она там присутствует, и некие претензии к кабинету министров того же Саркашвили, да, вот, когда он был президентом, наверное, имеют какое-то основание. Но вот то, что с теми люди сталкивались каждый день, с здравоохранением, с полицией, там, Жилищно-коммунальностью, да, Жилищно-коммунальностью, вот это все постарались максимально вычистить. И люди почувствовали улучшение как-то достаточно быстро, да. И я считаю, что в украинских реалиях, возможно, необходимо слегка изменить приоритеты реформ, да. Александр, а что сегодня людям можно, вот, мы видим, да, тарифы растут, да, цены растут, каких-то, в самом деле, прорыва там политических, еще чего-то, не... Вот что можно людям сказать, чтобы они потерпели? Люди спрашивают, а почему мы должны терпеть, когда власть у нас, в общем-то, довольно неплохо живет? Когда люди состоятельные тоже особо, и ничего не... Ну, для меня совершенно очевидно, что уровень коррупции снижен, да, то есть нет таких откровенных коррупционных скандалов, которые были там во времена Януковича. Лично я это ощущаю, да. Вопрос только в том, что для того, чтобы провести реформу в нищей стране, а мы такой, к сожалению, являемся, да, необходимо создать необходимый, ну, базис этих реформ, да, необходимо принять, ну, в правовом поле необходимые законы, да, необходимо сделать экономическое, скажем, педрунтие вот этих вот всех финансов. Год уже, да? Где? Ну, фактически не год, фактически, скажем, строя конденции... Ну, это тоже вызов, это тоже вызов, да, но системно, вот, и по части коррупции, и по части акционерных обществ, то есть процессы, и по части, там, перераспределения несправедливой доли олигархов в управлении государством и в получении дивидендов, эти все процессы идут. Просто они не очень ощущаются быстро на нашем личном благополучии, да. Так есть на сегодня, и именно поэтому я говорю, что, возможно, и правительству, и президенту необходимо слегка изменить приоритеты в этих реформах, то есть больше сконцентрироваться на низовом уровне реформ, а потом уже, так сказать, реформа глобальная. Вот если говорить о принципе реформ, да, реформа может быть сверху. Мы сегодня получаем много, как мне кажется, кредитных линий, да, и от Европейского Союза. Мы, по сути, живем сегодня на чужие деньги. А у нас своих нет. Ну, так это очевидно, да. И это тоже позитив, да. И тут тоже позитив, почему, потому что... И это тоже вызывает возмущение, да. Ведь главное, как оказалось, да, вот мы когда-то, наверное, даже с вами обсуждали в студии, что если крикнуть, кто хочет реформу, поднимется тысяча рук. Всех. А если сказать, давайте жить в этих реформах, и кто их будет делать, да, то рук становится там на несколько порядков меньше. И сегодня, да, вот те реформы, которые запускаются, и тот уровень жизни, да, и те тарифы, которые поднимают, определенным образом сдерживают рост зарплаты пенсии, да. Это связь с тем, что, ну, по крайней мере, деньги, которые мы получаем от иностранных инвесторов, не запускаются просто на социальную сферу и не раздаются людям, как это делается, всегда ради политики. О другом, да. Вот где-то в интернете видел, один политик говорил, замечательная страна Украина, нам бы народ немцев, и вообще жили бы хорошо. Юлия Мостовая, ну, по-моему, в такой вот корсет для мечты, вот она следующую написала, удивительный мы народ, всегда будем бороться с диктатурой и всегда при этом плевать на демократию, если по демократии подразумевать соблюдение закона. И ведь это правда, к сожалению. Это правда, это правда, абсолютная правда. Ну, к сожалению, и мы предварительно об этом уже даже говорили, в сознании многих наших граждан сохранилась большая доля САВДЭПа. Когда каждый из нас где-то внутри себя, если глубоко заглянуть в себя, ждет, когда придет какой-то добрый дядя и сделает его счастливым. Мы привыкли полагаться на депутатов, на президентов, на премьер-министров и ждать, когда они нас делают счастливыми. Надо менять психологию себя. И, наверное, в этом тоже есть проблема в запуске украинских реформ. И на местах в том числе. Вы видите, что чем дальше от революции достоинства, тем, к сожалению, доля ненависти, каких-то таких негативных вещей, противостояния, она не меньше становится, а наоборот нагнетается. Кто-то считает, что вообще с помощью силы можно решить целый ряд сложных вопросов, которые есть. И вот меня пугает, что те люди, которые стояли на Майдане, сегодня почему-то говорят, что сила — это решение вопросов. А в основном и только сила. Опять же, это внутри нас самих. Я многим даже своим товарищам, с которыми провел больше трех месяцев на Майдане, иногда говорю, вы хотите такими быть, как тетушки Януковича, или хотите быть другими, если мы собираемся строить правовое демократическое государство, если мы собираемся действовать в соответствии с законом, а не в соответствии с понятиями, мы должны из этого закона исходить. Закон может быть хороший или плохой. Если закон плохой, и он нас не устраивает, надо добиваться его изменения. Но пока он есть, его выполнять. И это мы должны все осознать, что так будет лучше всем. Мы не можем себе позволить, если мы собираемся трансформироваться в какое-то нормальное европейское государство, мы не можем себе позволить действовать из революционной целесообразности. Это плохое действие. А кто это остановит? Вот слова вы говорите хорошие, правильные, да? А как это остановит? Как реально? Что должно произойти? Это не страшная политика. Должны быть средства массовой информации независимой. Должны быть люди авторитетного. Во времена Януковича, когда собирался Одесский Евромайдан возле Дюка, там среди лидеров, вот то, что я видел, да, может я и ошибаюсь, три человека было. Андрей Юсов, Сергей Веселов и Александр Остапенко. Я видел однажды вообще для меня уникальную вещь, там какой-то митинг должен был начинаться, и люди говорят, что еще Александр Остапенко не пришел. А вот сегодня такое у меня ощущение, что вы уже как-то появились новые лидеры, они не очень хотят уже вас видеть. Мы как-то с вами на одной дискуссии, по-моему, даже в студии, и ваш более молодой коллега уже какое-то у вас даже раздражение начал вызывать, вы ему сказали, приходи ко мне в институт госуправления, я тебе хотя бы азы какие-то преподам, да? И вот возникало уже другое, то есть даже между собой, а ему уже с вами неинтересно, он как такой, да все, мы тебя тут, так сказать, уже не видим в лидерах. Безусловно, в любых политических процессах присутствует определенная конкуренция, и присутствуют отчаянные головы, которые хотят все поломать и сразу. И, к сожалению, многие не понимают вообще саму природу социальных процессов, политических процессов, да? И от этого, ну вот именно это у меня вызывает раздражение, почему? Потому что я понимаю, что это утраченный ресурс, и из этого ничего не получится, да? Именно поэтому я говорил, ну приди, я тебе расскажу, как это все происходит в природе, как это объективно происходит, и как правильно на это влиять. Только поэтому. А еще не обидно, не удается достучаться, не удается, то есть знаю, как правильно, а слушать не хотят и слышать не хотят. Нормальные люди хотят слышать и слушают, да? Я вам скажу, что, да действительно, появилось какое-то, ну, большое количество тех людей, которые, возможно, даже на нашем Одесском Майдане там не были, но которые себя позиционируют ныне как патриоты Украины, и это нормально. Почему? Потому что чем больше людей, которые будут готовы бороться с коррупцией, которые будут бороться с несправедливостью, тем лучше для нашего общества. Но они ведь при этом в лидеры хотят. Вот то, что они взгляды там, для меня норма. Ну как, если ты вчера был там в партии регионов, за союз, или еще как, а сегодня ты вдруг лидер. Таких у меня не очень много, знакомых, которые когда-то раньше были, а потом, ну, ну, сегодня будем, которые в каких-то силовых панцах, основная часть людей создает себе представление о том, какой стал Евромайдан. Потому что вы-то где-то тихо в кабинете, а они вот на улице. Я не тихо в кабинете, я занимаюсь повседневной работой, как мне кажется, очень целенаправленно. Но она не очень публично, она тяжелая, да, она внутри, но она не публична. А многие процессы... А здесь пришли, побили, вот, пожалуйста, еще какие-то. Я признаю и могу сказать, что есть один недостаток, ну, постреволюционный, да, когда, все дело в том, что когда мы выступали и стояли против режима Януковича, там было все понятно. Вот он враг, вот мы хорошие, да, и мы боремся с несправедливостью, и наша цель, чтобы Янукович перестал быть президентом. Мы этой цели добились. Дальше стоят, как мне кажется, более сложные цели. Эти более сложные цели заключаются в системных изменениях на местах и вообще в стране, да. А вот эти системные изменения, они не лазунговые, да, они не... Из них нельзя... Из них трудно сделать картинку, потому что это трудная, повседневная, тяжелая, неблагодарная работа. И тут надо сидеть, думать, пробовать, иногда искать компромиссы, да. Терять рейтинги, да. Терять рейтинги, да, как-то... Помните знаменитое слово Уинстона Черчилля, да, что, к сожалению, политические деятели, они все думают о рейтингах, да, а государственные, они думают о народе и о стране. Так вот, как мне кажется, сегодня в Украине правда не хватает государственных деятелей, которые думали бы о народе и о стране, которые искали бы механизмы и закладывали основы так, чтобы это все работало. Нормальная политическая конкуренция, когда там различные политические силы, это природа власти, хотят абсолютной власти, да. Но качество политической системы как раз и определяет ее такое построение, чтобы невозможно этого максимума достичь. Хорошо, но тогда есть две стороны, да, есть народ, вот он есть такой, как есть, есть политическая элита, правящий класс, как угодно. Можно реформы проводить сверху, это тоже вариант, да. Можно сверху, но реформы сверху не получится, если не будет поддержки снизу. Мне кажется, сегодня она есть, эта поддержка, и есть люди, которые готовы эту поддержку оказать. О противостоянии, когда мы говорим, почему ваша политическая сила в канун Дня Победы, да, вот говорит о том, что нужно приравнять коммунистический режим к фашистскому, кто-то идет еще дальше, начинает говорить о красном знамени Победы, как о красной тряпке, не дай бог появится. Зачем вот это противостояние еще сегодня подбрасывается? Вы знаете, вот я искренне, моя позиция, я считаю, что коммунистический режим еще более ужасен, чем фашистский, да, вот хотя бы по, если мы сравним те потери, которые понес, ну, скажем так, единая общность советский народ, да, и, 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 ну, и от коммунистического режима, и от фашистской Германии, так они соизмеримы, к сожалению. Ну, по сути, это не был Нюрнберг коммунистический, и мы с вами знаем. Нюрнберг, вы знаете, вот, Нюрнберг был процессом правильным, и в этом процессе участвовал Йосиф Сталин как победитель, да. И это было определенное условие на тот момент, да, наступила следующая геополитическая эпоха, да. И переосмысливаем то время, которое она пережила. И в том числе мы переосмысливаем сегодня под наследие коммунистического режима, да, это первая теза моя, да. А что касается победы, да, победы во Второй мировой войне, я считаю, что украинский народ вполне достоин стоять в пантеоне победителей. Почему? Потому что, ну, украинский народ и государство Украина, да, пускай его тогда не было как субъекта международного права, а появился он позднее, после победы, да, но, тем не менее, украинский народ понес колоссальные потери и внес колоссальный вклад в победу, и поэтому День Победы для нас День Победы. И я, ну, не выступаю против там флага победы, и который был поднят над арестагом. Я не считаю это правильным, я считаю, что ветеранам надо чтить, что цветы надо возлагать. У меня два деда погибло. И два деда участвовали в войне, и два деда погибло. И это наша память. И они были украинцами. Так отсюда, может, мягче, не так все сразу, не так все резко. А как, мне кажется, не резко. Ну, потому что время, в которое люди жили и так далее, сегодня приоритет фашизм. К сожалению, и другая сторона. Вы же понимаете, что другая сторона День Победы тоже рассматривает как определенный вызов. Но она в идеологических целях начинает. И как возможность раскачать ситуацию в идеологических целях. И сегодня государство Украины находится в войне. И мы вынуждены реагировать. Потому что, к сожалению, есть силы, которые этот праздник будут использовать по своему усмотрению. И их усмотрение не совпадает с нашим видением развития страны. Поэтому есть задача наша не запретить запугать, а наоборот, объяснить свое видение. Сказать, что мы уважаем этих людей. Я об этом и говорю. Уйти от того... Смотрите, как постыдная штука. 9 мая во все времена... Потому что всегда ветеранам обещают. Как только 9 мая говорят, мы вам установим телефоны, вы потерпите. Их уже осталось чуть-чуть. А им все говорят, потерпите, мы установим. Мы вас чего-то там на 9 мая подачку дадут. Сами-то те, кто обещают, живут уже классно, и у них все хорошо. А для этих людей каких-то элементарных вещей. Смотрите, мы же начинаем прыгать по темам. Одна тема, идеологическая основа праздника. Вы его задали, я вам ответил. Что касается поддержки ветеранов. Безусловно, самому молодому ветерану 89 лет, если так посчитать. Понятно. Их осталось мало. И государство должно не в день победы, а каждый день делать для них то, чтобы они достойно прожили свою старость и ушли из этой жизни. Новое государство, мне кажется, особо должно это показывать. Безусловно. И тогда вот этих вот... С этим трудно не согласиться. А сегодня больше знамя нельзя, то нельзя, здесь выйдите, запретим. И тогда правильно возникает. Я не слышал о том, что запретим, не будем, и как-то не будем чествовать ветеранов. Ни одной такой тезы ни со стороны правительства, ни со стороны Народного фронта никогда не было. А как вы относитесь к тому, вот мы все равно прыгать будем, к тому, что Свобода объявила о том, что они начинают акцию «Альма-Матер против Ваты». Свободовцы собираются выявлять в высших и средних учебных заведениях преподавателей, которые пропагандируют идеи русского мира и занимают антиукраинскую позицию. Это сайт Думская. Свободовцы призвали школьников и студентов присоединяться к кампании и присылать. Ну вот Думская пишет доносы, я так думаю, там заявления, информацию, снабженные видео и аудиодоказательствами. Это вопрос не столько ко мне, сколько к политической партии «Свобода». А вот такие, ну это тоже, да, это те люди, которые с вами стояли на Майдане. Это правда. Ну в том числе да, и Свобода стояла на Майдане. Знаете вот, ну есть же практика нормальная, да, когда о государственной политике можно судить о высказываниях государственных лидеров, либо о документах, которые принимает государство. Любой общественный деятель, любая политическая сила, любая общественная организация может иметь свою позицию, и это нормально для демократического государства. Если они считают, а я считаю, что правда у нас и в учебных заведениях, и в школах достаточное количество людей, которые пропагандируют русский мир, если они считают, что и берут на себя ответственность этих людей выявлять, и в пределах закона, в пределах норм морали и нравственности говорить о них, да, выносить эту проблему в публичные блоски, но пускай это делают. Это не доносы. Мы с вами читали книги, в советское время делали что-то то же самое, примерно. И в советской, и в фашистской, и какой хотите, да. И в манистах органисты, и врачи-вредители. Я не думаю, что закончится все кострами и угнетением, да, я именно поэтому и сказал. Может нам уходить от этого как-то вам, внутри Майдана, говорить, давайте, ребята, не будем... А как вы хотите изменить страну, если мы как бы никак не будем бороться с вот... Скажу, как хочу изменить страну, хочу изменить страну уже не через революцию, а через выборы. Хочу, чтобы те ребята, которые стояли, приходили в Горсоветы, Облсоветы, Верховную Раду, их становилось побольше. Хочу, чтобы мы видели, как они там действуют, и даже в меньшинстве, но не дают голосовать за какие-то проекты, которые, так сказать, вызывают сомнения, скажем так. И хочу, чтобы через, так сказать, вот мирные какие-то, они не пришли запретили, а чтобы запрещали, чтобы они шли в милицию. Вот они говорят, милиция плохая, я туда не пойду, чтобы шли в суд, в прокуратуру. Если мы уже привели пример свободы, да, ни одна общественная организация, ни одна политическая партия не имеет инструментов, ну, там, угнетения в своих, так сказать, способах действий. Есть закон, есть государство, есть государственные органы, которые должны, действительно, там, бороться с сепаратизмом, его выявлять, и, так сказать, и если это выходит за границы закона, включать этот закон. Политическая партия этого не может делать, и она, собственно говоря, и не декларирует это. Но мы ведь с вами видим, когда на улице приходят, говорят, мы эту стройку запрещаем. А я бы хотел, чтобы пришла власть и сказала, мы эту стройку запрещаем. Вот власть делала, а не общественные организации, не люди с битами, не люди с оружием, понимаете? Вот чтобы мы к этому, я понимаю... Мы к этому придем. Уже хорошо то, что... А мы не упустим ситуацию, что она нас преодолеет. Мы не упустим, что она уже не преодолеет. Уже хорошо то, что появились люди, которые готовы бороться с несправедливостью, да, к сожалению... Только так, как они ее понимают. Они всегда... Вот я не возьму на себя смелость говорить, что я вот здесь прав и нужно сделать только так. К сожалению, сегодня коррупция, ну, я уже это говорил вам, да, и стала единственным инструментом вообще взаимодействия власти между собой и взаимодействия граждан с властью. И люди, которые не видят механизмов, чтобы государство включилось и отстояло их права, которым оно должно служить, да, включают иногда, ну, механизмы радикальные. Это плохо. Я согласен, что это плохо. Но без этих движений, да, вот как раз и невозможно встречного процесса со стороны власти, потому что на власть постоянно надо давить. К сожалению, так. А вот когда о сегодняшней власти, Юлия Мостовая, наша власть в своем нынешнем состоянии не способна вывести Украину из штопора, в которой во многом по личной гигантской самоуверенности и ничтожной компетентности ввергла страну. Ну, это мнение мостовое, да, я ее мнение не разделяю. Я считаю, что, ну, природно, да, вот сейчас так сложились условия, что и администрация президента, и именная партия блока Петра Порошенко и Народный фронт, да, есть много объективных причин, которые, сохраняя конкуренцию политическую, да, заставляют их действовать вместе. И искать, и, как мне кажется, уникальная ситуация, потому что, может быть, впервые в нашем государстве появилась у основных политических сил единая цель – построение суверенной демократической Украины. И есть еще фактор внешнего воздействия, да, который заставляет их действовать вместе. И это дает мне основание к оптимизму. А вам кажется, единство, которое мы наблюдаем во власти, оно искренне? Вот у меня есть такое ощущение. У меня это не имеет значения, да, какое оно. Важно, что сама объективная природа нынешней ситуации, да, заставляет их действовать вместе и в пользу украинского государства. Да, наверное, есть, мы же, наши политики такие, как и мы, да, они еще, ну, у нас есть, у нас нет политической элиты классической, которая есть там в любой другой стране. Они здоровые и богатые, они не такие, как мы. Они живут по, многие живут по европейским санктическим стандартам, да. Да, кто заинтересован в том, чтобы в стране происходили перемены. Есть ли наша власть? Это зачастую люди, у которых есть недвижимость за рубежом, да, у которых все там хорошо, у которых дети учатся там, у которых семьи зачастую там, Швейцария, Италия, Испания, Англия. Им какой смысл здесь следовать? Вот есть такое ощущение, что здесь главное урвать и заработать, а вот там мы будем добропорядочные граждане, которые живут по законам этих стран и всю эту демократию соблюдают. Вообще, вы знаете, вот плохо говорить в категориях вообще, да. Вот мы там перечислили, у них там то, у них там, у кого конкретно, да. Ну, мы можем не конкретно, мы можем прогуглить, да, и конкретно там повылетать. Ну, тогда надо гуглить и говорить о конкретных людях, а не вообще, да. Да, это вот, ну, так правильно было бы для построения дискуссии. Как мне кажется, главным источником и двигателем реформ есть украинский народ, прежде всего, да. Вот есть люди, которые этих реформ хотят. Я их хочу. Я вижу в них перспективу. Я понимаю и осознанно могу высказать свою позицию. Даже если я не буду во власти, да, даже если меня иллюстрируют, даже если меня где-то кто-то ущемит, там, какой-то другой патриот, я на это сознательно соглашаюсь, понимая то, что движение к суверенной демократической стране дает перспективу, там, моим детям и моим внукам. И я буду все делать для того, чтобы страна менялась. Вот именно такие люди дают мне оптимизм в том, что реформы будут. Мало того, эти люди способны давить на всех президентов, на всех премьеров, которые есть и которые будут. И которые, если учесть еще и внешние факторы, будут вынуждены эти реформы делать. Просто вынуждены эти реформы делать. А вот общество этого не видит. Подтверждение, да, такое, так сказать, может и не прямое, но опять, центр Разумкова, опрос, где блок Петра Порошенко на выборах в Верховную Раду получил, около 14%. Ваш народный фронт, который был победителем последних парламентских выборов, а здесь у вас цифра вообще, наверное, стыдная тогда, для 4,6%. Цифры меня не понимают. Это значит, народ не верит, не видит. Цифры, народ, мы с этого начали нашу беседу о том, что, к сожалению, все хотят реформ, но не понимают их последствий. И как только у меня в кошельке стало меньше чуть-чуть, я сразу против. Да это уже не чуть-чуть сегодня с этими тарифами, с этими ценами, курсом доллара. По-разному, по-разному. На самом деле, знаете, есть еще определенная неграмотность. Вот я, допустим, своему отцу помогал посчитать, сколько для него будет субсидия. И он, так сказать, окрыленно 800 гривен, ничего себе, я пошел оформлять. Люди не знают, что государство дает такие возможности, такие механизмы. И одними из способов, как бы, доведения до людей необходимость таких реформ, есть и широкая информационная компания, есть мнение людей, вот с вами, журналистов, беседовать, объяснять, рассказывать, почему это надо делать. Потому что мы не можем все время проедать то, что нам дают. Когда-то это должно закончиться, и кто-то за это должен рассчитаться. Я не хочу, чтобы это делали мои дети. Знаете, я отложу уже лист со статьей Юлии Мостовой, но у нее замечательная еще одна фраза. Но она талантливый журналист, я признаюсь. Ну, она пишет, старая элита уходит, новая только формируется. Выбор между гнилым и зеленым. Да, так и есть. Замечательный образ, который... Но мы должны это тоже пережить. Понимаете? У нас, ну, западные демократии формировались там 200-300 лет. С полетиями, конечно. 200-300 лет. И они переживали разные этапы. Но мы-то с вами живем уже в 21 веке. А мы живем в 20... Да, процессы глобализации 23 года. Это детский год. Мы изучали в России 1917-1917 года. Когда сегодня видишь кадры, реальность, Великая Отечественная война, да, с людьми в окопах, пушки, вот это все представить, вот очень сложно все это объединить. Сегодня, в 21 веке, когда мы вроде уже умные, прочитали, знаем, чего-то хотим. И сегодня такое происходит. Понимаете, вот есть же проблема. Я, опять же, ну, раз, наверное, десятый уже говорил, в том числе и на телевидении, на всех, да, у нас очень мало людей, которые способны к самостоятельному анализу и оценке ситуации. Вот мало людей. А вот смотрите, люди, которые точно способны, просто три минуты, а хотелось бы, да, вот политтехнолог Сергей Гайдаль, не чуждый Народному фронту, о нем очень хорошо говорили после вашей победы на парламентских выборах. Вот он говорит следующее. Чем успешнее проведена кампания, тем всегда выше ожидания. У Народного фронта самый сложный участок, экономический кризис, который, очевидно, и касается каждого. Соответственно, высокие ожидания, связанные с Яценюком и правительством, на данный момент не оправданы. Нет реального ощутимого результата для жизни обычного человека. Более того, никаких действий по реформированию не происходит, либо не ощутимы для простого населения. И Андрей Золотарев, тоже, в общем-то, политолог неоппозиционного лагеря. Вот он пишет о том, что сейчас из премьера Арсения Яценюка в общественном мнении пытаются слепить образ Чубайса. Вот вас это не пугает? Анатолий Борисовичу в России сейчас... По-разному. Вы знаете, вот я могу привести такой пример. Вы, ну, наверняка, бываете за границей, да, можете, имеете возможность, там, например, в Польше задать любому поляку вопрос, а любит ли он Бальцирович? Я такой эксперимент социальный проводил. Вот я спросил 10 друзей моих польских, да, из них, ну, примерно 8, ответили, что они ненавидят Бальцировича. А Бальцирович — это тот человек, который сделал Польшу успешной. Понимаете, и человек, который... И в справедливости ради нужно сказать, что Бальцирович считает нынешнюю украинскую власть лучшей с 1991 года. Это тоже его слово. Ну, понимаете, я бы не очаровывался. Мы имеем то, что имеем, да, и имеем системные недостатки, в том числе и во власти. Вот, но то, что, правда, вот наследие вот этого выхода из этого социально-экономического вечного перманентного кризиса в Украине, заложение основ вот этих реформ, да, негативно сказывается именно на яценнике, да, это вызовы. Вот скажите, сегодня-то считается, что Народный фронт у власти, да? Да, конечно. А Народный фронт даже в Кабинете Министров имеет всего три портфеля. Об этом же никто не говорит. МВД, Кабинет Министров, который завхоз, и, по сути, да... Александр Анатольевич, вы себе противоречите? Вы же сказали, мы же едины. Да. Блок Порошенко, Радикальная партия, Бахинщина. Это надо сказать, да? А зачем мне это, как избиратели, уже знать? Я выбрал, вы создали большинство, больше трехсот человек, работайте. Нет, подождите, дайте мне договорить, правда? Правда. Ну, да. У нас в студии депократии. Ну, относительно. Да, поэтому, вот, как бы, ответственность за реформу должна разделять все, вся коалиция, да, потому что все там представлены. Вот буквально вся коалиция, все представлены. И на местах у Народного фронта нет никакого представительства. Все, кто управляет в Одесском регионе, например, на нашем примере, да, это все либо бывшие партии регионов, либо, ну, там, другие политические лагери, который был близок и союзникам партии регионов. Вы же это ощущаете? Ни одного человека с Народного фронта, ни в одной государственной администрации, ни одного чиновника нигде нет в Одесской области, да? А подспудно люди говорят так, ну, вы же власть, понимаете? А механизмов реальных изменений на местах пока нет. Поэтому важны и местные выборы, и их, и система, которая позволит привести без коррупции людей других в местные советы, да? И децентрализация, и административная реформа, и все вот эти вот вещи закладываются сейчас. Вот чтобы это произошло, это наша работа. Вот мы за 24 года независимости, Украина к простым людям, да, была разной. Где-то несправедливой, да, в общем, где-то не очень доброй. Всегда несправедливой. Но вот сегодня от нас зависит судьба этой страны. Безусловно. Вот если мы немножко изменимся, да? И это осознание должно быть у каждого гражданина Украины, да? Что именно я ответственный за то, какая власть и какие изменения эта власть проводит. Да. Именно я ответственный за свою жизнь, мало того, я еще ответственный за жизнь своих детей. И это, с одной стороны, плохо жить в эпоху перемены, мы сейчас видим, ой, как сложно. А никто не любит. А с другой стороны, и замечательно, потому что вот на нас есть эта ответственность, у нас есть шанс. И мы, не дай бог, не должны его упустить. Вот давайте на этом сегодня закончим. Диалог-то продолжим, вопросов масса. Но вот сегодня этими словами мы с программой завершим. Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин